вкратце ознакомились да с моим предложением а то есть начинаем с вовремя прочитанной книги спрашиваем у слушателей какая книга их изменила их так у меня подруга у меня значит говорите что в одной из прошлых программ мы говорили провели несколько цитат писать да ладно а можно их вот мы поговорим там через 7 минут так ну давайте посмотрим что нам написали что-то прочитаем а потом вижу открылась спасибо дорогой это это вот то что отсюда ушло я понял хорошо саша сегодня прям лично скажу что это второй день сижу в тишине у вас там спит кто-то я смотрю человек спит соседней комнате видео после ночного эфира может быть на правах рекламы утро под серебряным дождем с андреем осиповым и дашей касьяновой продолжим у нас гостяк денис олегович андреев руководитель школы быстрого чтения олега андреева российский эксперт сфере быстрого образования денис здравствуйте быстрого чтения а что чтение образование тоже потому что там там согласен согласен чем быстрее читаешь не быстрее образовываешься в конце концов и цитату тем быстрее формируешь образ я не буду даже спорить с вами за то есть если позволите на самом деле вы у нас уже не первый раз студии вот в одной из прошлых программ мы привели несколько цитат писателей мы говорили об этом характеризовали их с точки зрения как раз таки вот этой концепции быстрого чтения мне стало интересно мы тут еще несколько цитат собственно говоря нашел давайте мы их сегодня во первых актеризуем в рамках концепции но оттолкнемся от той фразы которая была лейтмотивом предыдущего эфира что вовремя прочитанная книга это не просто хорошо но это еще и огромная удача она способна изменить жизнь как и кстати говоря не изменит наверное никто давайте спросим в том числе если позвольте здесь у нашей уважаемой аудитории какая книга вашу жизнь поменяла кардинально или просто изменила дорогие друзья я надеюсь что мы себе очень много чего выпишем до плюс 7 903 797 6333 присылайте список тех книг которые поразили именно вас изменили жизнь вот так изменили жизнь да хорошо хорошо давайте меня изменила книга моего отца техника быстрого чтения да могу вам сразу сказать это прекрасно но давайте по нескольцам вот вот пушкин естественно вспоминается да чтение лучше учения не вот лучшее учение вы знаете конечно его гениальность и прозорливость выходит за границы его периода его существование да он опередился школа быстрого чтения олега андреева рассматривает чтение главным образом как инструмент совершенствования всех процессов которые обеспечивают интеллектуальную деятельность это и память это и внимание это и умение формулировать главную мысль это вообще тренировка оперативности то есть мы говорим быстрое чтение это не цель нашей методики цель нашей методики это используя чтение текста понятный инструмент каждому человеку оптимизируя его давая новые семантические приемы короче говоря проясняя ситуацию с этим процессом от начала и до самого конца не даром наша методика ведь мы создавали ее вместе с профессорами московского государственного университета факультета психологии мгу это нейрофизиологи это психологи это представители лингвистической школы алексей алексеевич леонтьев ну и в общем то действительно наша методика по сути дела это не чтение текста это комплекс навыков интеллектуальной деятельности комплекс полезных навыков которые позволяют быть ну что называется всегда впереди звучит очень интригующе но боюсь если я вас спрошу вот расскажите мне все-таки подробно методики вы не скажете приходите в школу да нет почему я же это очень просто вы прочитываете слова наша методика учит воспринимать информацию целиком из текста вот как света архипова который установила мировой рекорд скорость чтения зарегистрированный в книге рекордов гиннесса 47 страниц минута 55 секунд 200 две секунды на страницу воспринимала моментально всю страницу целиком потом вот в этом отличие вы смотря на страницу не прочитываете в ней слова а сразу же видите целиком информацию всю на ней знаете это мне может мне кажется что это будет очень актуально прежде всего в преддверии первого сентября потому что вспоминается сразу вторая цитата которая принадлежит вот моему любимому человеку это станислав ежелец в перечень мук который претерпел наш народ следовало бы включить обязательное школьное чтение вы же понимаете действительно дети не любят читать по одной простой причине у них это не получается вы будете делать то что у вас не получается да нет конечно это что не хочется человеку делать не хочется то что не выходит в том то все и дело и перечень обязательных мук действительно потому что дети читают но не совсем легко и непринужденно может быть не совсем понимаю не совсем не совсем до общее образование не занимается совершенствованием навыков интеллектуальной деятельности что как раз на что направлена наша методика и техника быстрого чтения это то что предназначено для всех начиная с 14 лет и без ограничения возраста кстати у меня лично был опыт я учил 93-летнего преподавателя мгу и потом расскажите который который показал рост в три раза скорости чтения и по и потом расскажите что с возрастом мозг перестает воспринимать информацию конечно в 93 года втрое увеличить скорость чтения слушайте но это в общем то вполне логично хотя вот тут вот есть цитата марк твэн который меня конечно тот кто не читает хороших книг не имеет преимущества перед человеком который не умеет читать вообще дам совершенно верно тот кто не читает книг никаких преимуществ перед безграмотным человеком не имеет и это совершенно очевидно и да я вот как раз хотел обратить внимание что программы спринт и старт это наши подготовительные ступени и я как раз был инициатором их когда пришел работать к своему отцу автору методики Олегу Андрееву и я понял что переход из младшей школы в среднюю не до конца обеспечивается специальными навыками интеллектуальной деятельности в младшей школе читают вслух в средней про себя использует навык и вот это как раз и является некоторой проблемой в перечне мук которые школьники и претерпевают потому что обучение другому способу работы с текстом не происходит считается что он сам по себе возникает это факт но он сам по себе возникал в советской школе когда детей заставляли читать просто напропалую все подряд сейчас такого опыта нет читательского у наших детей и где ему его получить только в специальных на специальных курсах как у нас например за дополнительное образование но мы совершенствуем навыки интеллектуальной деятельности которые должен иметь ребенок в соответствующем возрасте в 10-11 лет прочитав он должен во-первых ответить на вопросы во вторых складно пересказать прочитанное то есть понять хотя бы текст не выбрать секундочку нет разница понять 12-13 лет возраст казалось бы 10 и 12 да в общем-то близкий принципиально разный 12-13 лет формулирование доминанта формулирование главной мысли мы учим не составлять доминанту а смотря в текст ее видеть то есть вы сразу же понимаете то о чем читаете вы видите смысл а не формулируете его и в этом преимущество нашей методики и если кто-то хочет познакомиться поближе со школой олега андреева да заходите наш сайт школа андреева точка рф прям по русски можно написать школа андреева точка рф слушайте но у меня сразу же вспоминать извините меня другая великая фраза нашего великого писателя уж просить за тавтологию федора михайловича достоевского который просто считал что перестать читать книги значит перестать мыслить вы знаете в каком-то смысле он прав действительно поскольку он все таки чтение книги это движение мысли чтение книги это переживания которые ты воспринимаешь в отдельном случае даже как свои некоторые говорят как быстрое чтение как можно читать художественную литературу быстро мы об этом не говорим мы говорим о том что художественную литературу нужно читать совершенно по-другому ярко и образно представляя себе мы же мыслим картинками в основном читаете как бы да но чтение текста это процесс который к сожалению опирается на речеслуховую обработку данных ведь мы учились читать как видишь слово проговариваешь его понимаешь и когда воспринимаешь до увидел проговорил услышал понял запомнил так мы учились читать но дело в том что мы и сейчас так продолжаем читать наше методика направлена на том чтобы увидел проговорил услышал убираем понял запомнил осознание текста происходит в том случае если вы устраняете главную причину формирования навыка чтения в одном случае когда вы ребенок и главную причину замедление процесса чтения когда вы взрослый человек это проговаривание текста если наши слушатели обращали внимание когда вы читаете какой-то текст есть некая внутренняя речь в голове которая как бы проговаривает тебе вот это смотришь да вот это как раз свидетельство наличия артикуляции и артикуляция есть любого человека мы предлагаем с помощью уникальной методики которую мы разработали это наше изобретение вместе с николаем ивановичем жинкиным это профессорского государственного университета устранить артикуляцию выключить речеслуховую обработку текста это уже мое личное выражение большинство людей читают со скоростью звука а могут читать со скоростью мысли на скорость мысли больше конечно естественно я бы хотелось в это верить скорость мысли больше это факт есть такая шутка что самая медленная это скорость звука да что тебе мама говорит в 20 доходит только в 40 это хорошая шутка давайте посмотрим что написали слушатели народ да плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 дашь процитируйте несколько человек сразу написали что библия основная да книга которая произвела впечатление я думаю потому что без нее невозможно пласт искусства огромный воспринимать в том числе не только все описано в библии все современные сюжеты вся жизнь да там по большому счету есть такое это факт но вот участвует александр минкин немноя мегин кастанеда учение дон хунана бабе яр кузнецов артур шопенгауэр солнечный круг хвар вы видите как разнообразно очень очень да при этом смотрите кто-то абсолютно указывает художественную литературу а кто-то вот например о чем я говорю когда говорю о беге да вот к примеру тоже максим дорофеев джедайские техники вот тоже такой юля стала после этого все успевать кстати на скоро скорочтение можно отнести к джедайским техникам вы знаете ну в миру вы можете называть это как угодно но мы называем это техника быстрого чтения слова скорочтение мы не используем то что скоро это поспешно это не качественно а мы говорим о четкой качественной методичной эффективной гарантированной работе с текстом поэтому всегда говорим только техника быстрого чтения в школе олеган вот у нас есть вопрос он пришел в данном случае на наш телеграм-канал я не могу вам его не задать вот он вечный мне кажется мы на него уже ответили но тем не менее зачем владеть техникой быстрого чтения что это дает мне лично спрашивать наш слушатель оперативность во всем и быстрая реакция на изменяющуюся ситуацию в вашей жизни нужно изучить хорошо вот вы хотите что-то узнать если вы владеете техникой быстрого чтения вы можете тотально прочитать все что есть по данному вопросу все вот все книги которые есть вы можете все прочесть не понять наверное андреевича да естественно то есть наша методика позволяет погрузиться в любую проблему моментально наша методика позволяет оперативно вести огромное количество дел поскольку оперативность и реакция мозга на изменяющуюся ситуацию возрастает поскольку вы читаете 100 страниц за 25 минут вы понимаете какое внутреннее чувство ощущение уверенности это дает когда ты отрабатываешь 100 страниц за 25 минут записываешь доминанту прочитанных страниц целиком в абзаце показываешь ее другому человеку и знаете что человек все понимает ему не нужно читать заново то что вы отработали потому что в доминанте сконцентрирована квинт эссенция информации и смысл но можем ли мы тогда говорить что быстрое чтение в каком-то смысле способствует и развитию мозга и скорость мышления только главным образом еще раз подчеркиваю наша методика ускоряет работу сознания опираясь на чтение текста мы учим вас быстрее думать именно поэтому вы быстро читаете а быстрее думать сейчас важно особенно сейчас конечно сейчас важно особенно сейчас хорошая тавтологическая фраза и для детей которые обучаются им же проще если он с начальных классов уже обладает этой технологии в 13 лет в 16 проще было 12 в 11 в 10 совершенно другая уверенность появляются в учебной жизни она перестает быть каким-то таким вот непонятным отростком в твоей судьбе до который является чем-то вот каким-то понуждением она начинает быть интересным потому что когда ты умеешь читать когда ты видишь что чтение оканчивается конкретным результатом тебе хочется продолжать совершенствоваться и развиваться день за легче время подходит концу и вы знаете вы если позволите я бы хотел закончить одно из цитат это ральф улда эмерсон человек сделан из книг которые он читает и если ваш техника помогает прочитать больше книг прочесть это наверное хорошо да большое спасибо за внимание уважаемые слушатели пожалуйста заходите к нам на сайт школа андреева . и рэв школа андреева . и рэв и звоните я сейчас отвечаю на вопросы 8 800 707 27 28 Денис Андреев руководитель школы быстрого чтения олега андреева российский эксперт в сфере быстрого чтения